Добрый день! С вами Владислав Улитин, старший научный сотрудник Краснодарского историко-археологического музея-заповедника имени Фелицын. Мы с вами продолжаем цикл лекций, посвященных истории и археологии Боскорского государства, важнейшего очага древнегреческой культуры на северных берегах Черного моря. Того государства, которое охватывало оба берега Керченского пролива. Керченский полуостров и Таманский полуостров. Цикл лекций тесно связан с открывшейся у нас выставкой «Общее прошлое, общее будущее», посвященной археологическим находкам в зоне строительства Крымского моста. Первая лекция была посвящена греческой колонизации берегов Боскоро-Кемерийского, то есть современного Керченского пролива. Во второй лекции мы говорили о начале образования Боскорского государства. И в третьей лекции мы продолжаем говорить об образовании Боскорского государства. Мы остановились на том моменте, в 438 году до н.э. к власти в Пантикопии, это современная Керчь, приходит новая династия, династия Спартакитов. Династия по своему происхождению, видимо, не греческая. Возможно, она связана с фракийцами, то есть, возможно, ее представители были фракийского происхождения, а фракийцы – это население Балканского полуострова. Мы знаем о том, что на Боскоре также были фракийские наемники. Власть спартакитов носила тиранический характер, то есть, они удерживали ее военным путем, но они не были при этом монархами. Буквально спустя год или два после прихода к власти династии Спартакитов происходит важное событие. В понт Эвксинске, то есть, в Черное море, прибывает вместе с эскадрой кораблей фактически глава афинского государства Перикл. Перикл занимал должность стратега, это была очень важная должность в афинском государстве, поскольку стратег фактически руководил основными линиями внутренней, внешней политики и также экономикой. Афины в это время занимали ведущее положение в Афинском морском союзе, крупнейшем военно-политическом блоке, военно-политическом союзе, который тогда существовал. И предполагает, что во время своей экспедиции Перикл посетил Боспор. Каковы были вообще цели этой экспедиции? Безусловно, они были направлены на укрепление интересов Афин в Черноморье, при Черноморье. И, конечно же, важно было решать и продовольственную проблему, поскольку Афины были заинтересованы в получении зерна из Причерноморья, а основные источники зерна находились на северном берегу Черного моря, и в том числе на территории Боспора. Предполагают, что Перикл посетил и Боспор, и есть реконструкция маршрута Перикла, маршрута его экспедиции, которую провел Игорь Евгеньевич Суриков. После этой экспедиции, видимо, вследствие ее, ряд полисов Боспора, боспорских городов, вошел в состав Афинского морского союза. Мы это точно знаем в отношении Нимфея, города, находившегося на европейской стороне Боспора, то есть на Керченском полуострове. Возможно, также сюда входили и такие города, как Гермонасса и Патрей. Примерно в то же время начинается чеканка монеты с надписью «Синдон». Чеканка монет с надписью «Синдон» где-то на азиатском Боспоре. И спорят, кто же осуществлял эту чеканку. Есть те исследователи, которые считают, что это делали сами синды, племя синдов, обитавшие в Низових Кубани, видимо, частично на Таманском полуострове. Есть версия о том, что чеканка осуществлялась Синдской гаванью, городом на месте современной Анапы, раннее поселение на месте Анапы имеется в виду, которое позднее получит наименование Горгипию. Есть версия о союзе греческих городов и появившаяся сравнительно недавно. Версия о том, что эта чеканка осуществлялась от имени синдов, но в интересах греков, которые основали им корить торговый пункт на Семибратнем городище, которое находилось в районе современной станицы Варениковской. И на этом городище находился, с одной стороны, торговый пункт греков, с другой стороны, видимо, там уже находилась и резиденция синдского правителя. Так или иначе, мы не знаем точно, с кем была связана эта чеканка, но следует обратить внимание на то, что на некоторых монетах мы видим изображение совы. А сова – это афинский символ. Сова была священной птицей богини Афины. То есть здесь прослеживается и афинское влияние, как считают исследователи. То есть ориентация определенная того, кто чеканил монеты на Афины. К концу V века до н.э. уже чеканят свои монеты и такие города, как Немфей и Феодосия, если мы будем брать европейскую сторону прорыва, то есть Керченский полустров и прилегающие территории. Немфей осуществляет свою чеканку и Феодосия также осуществляет свою чеканку. В конце V века до н.э. происходит переориентация на Афины боспорских правителей и начинается афинно-боспорская торговля уже при боспорском правителе Сатире I. То есть зерно с Боспора начинает поступать в Афины. В это время Афины активно ведут борьбу со Спарта и ее союзниками во время Пелопонесской войны. То есть это было крупнейшее столкновение двух военно-политических блоков Афинского морского союза и Пелопонесского союза. И Афинам было уже не до своих владений в Северном Причерноморье, однако они были обеспокоены проблемой обеспечения себя зерном. И вот в этих условиях Сатир, боспорский правитель, видимо при уже том, что Афины смирились с утратой своего положения в Северном Причерноморье, своих опорных пунктов, он присоединяет город Немфей, захватывает город Немфей. Не все ясно с тем, как происходил этот захват. В частности, присоединение Немфея связывается с так называемой изменой Геллона. Геллон – это был дед афинского оратора Демосфена. И вот политический противник знаменитого оратора Демосфена, самого знаменитого оратора греческого, Эсхин, обвинял его в том, что его дед Геллон перегал боспорским тиранам город Немфей, принадлежавший Афинам. Как сейчас считают многие исследователи, это был клеветнический наговор Эсхина. То есть история могла быть сочинена. Хотя какие-то основания для сочинения истории были те, что действительно Немфей когда-то входил в состав Афинского морского союза. Мы это знаем по податным спискам городов, которые входили в состав Афинского морского союза. А Эсхин всю эту историю саму предполагает, что придумал, чтобы очернить своего политического противника Демосфена. Так или иначе, Немфей был захвачен боспорским тираном, захвачен сатиром первым. Это был первый шаг в фактическом становлении новой державы, державы Спартакида. После этого сатир активизирует свои действия на азиатской стороне пролива. Мы знаем о том, что Гелун, якобы за то, что он передал Немфей боспорским тиранам, как представители власти в Афин, он получает вкормление, то есть на пропитание город Кепы, уже находившийся на азиатской стороне пролива, севернее современного поселка Синова, недалеко от Фонагарии. И вот дальше сатир первый захватывает город Фонагарию, о чем говорят прекращение чеканки монет Фонагарии. А Фонагария незадолго до этого начала чеканить свои монеты и чеканила их буквально очень непродолжительный период, может быть лет 10. И затем эта чеканка прекращается и Фонагарию заставляют срыть стены. Таким образом, важнейший город, крупнейший город азиатского боспора, Фонагария была включена тоже в формирующуюся державу Спартакида. А дальше экспансия боспорских правителей обращается против Феодосии. Это город, который находился уже за Керченским полуостровом в очень удобной, хорошей бухте. Это было действительно стратегически важное место, и в том числе для осуществления торговых операций. Поэтому боспорские правители начинают борьбу за Феодосию. Причем, интересно то, что в Феодосии скрываются какие-то изгнанники с боспора. То есть, видимо, какая-то оппозиция режиму Спартакидов. И, таким образом, в последние годы жизни своей Сатир начинает войну за Феодосию, и как раз во время этой войны он умирает. Но кроме борьбы за Феодосию, боспор вмешивается также в дела Синдики. Вот того протогосударственного образования, которое существовало на азиатском боспоре. О подробностях мы хорошо знаем от греческого автора Палиена, который жил во II веке, и был автором сочинения стратегемы, или военные хитрости. Гекотей, царь, который, кстати, синдский царь, который, кстати, носил греческое имя, который говорит об определенной эллинизации синдов, заключил брак с дочерью Сатира. Таким образом, мы видим уже влияние боспора, определенное на Синдику. И, соответственно, он должен был свою прежнюю жену Терготау убить. Однако Гекотей любил Терготау и не убил ее, а заточил в крепость. Но Терготау бежала к своим родственникам, к племени Иксомата, и дальше с их помощью начинает войну, разоряя боспорские земли. В итоге Сатир должен был пойти на мир, и мир был заключен этот. Однако одного из своих сыновей Митардора он должен был отдать заложники. Тем не менее, Сатир хотел решить, раз и навсегда, проблему, связанную с Терготау. И он подсылает убийц к Терготау. Однако пояс с металлическими пластинами защитил ее. И дальше Терготау приказывает убить заложника Митардора, и снова начинает войну против боспора, разоряет владение боспора и владение самого Гекотея, пока после смерти Сатиры Горгиб с помощью даров не купил мир. После смерти Сатиры он был обожествлен, видимо, как герой, потому что античные авторы упоминают о герооне на Атаманском полуострове, памятнике, то есть святилище, которое было посвящено Сатиру. Войну с Феодосией продолжил сын Сатира Левкон, и здесь в войне Феодосии уже помогала Гераклея Понтийская, это город, находившийся на южном берегу Черного моря. Мы знаем о том, что со стороны Гераклея там участвовал знаменитый полководец Мемнон Родоски, который был на персидской службе, и он придумал очень интересную хитрость, он отправил посольство на боспора вместе с посольством Кефареда Арестоника. И вот Арестоник, пока Арестоник выступал бы в Пентекопийском театре, в то же самое время посол мог бы пересчитать жителей Пентекопий, получить важные сведения о том, сколько же жителей было в этом городе, то есть вот такая вот система шпионажа. В следующий раз мы завершим тему образования боспорского государства и поговорим о его расцвете. Всем желаю крепкого здоровья и до следующего раза!